Возвращение корпоративов. Как встретят Новый год офисные работники. Здравствуйте, сегодня пятница, 3 ноября. С вами Максим Блант с главным на уходящей неделе. Но сначала коротко о том, что происходило с понедельника по четверг. В понедельник и во вторник Центральный Банк России сражался с быстрорастущей инфляцией. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев даже рассказал о растущем в его ведомстве беспокойстве за разницу ставок по льготной и обычной ипотеке. И это даже с последним повышением ключевой ставки до 15% годовых. Банкам России разница практически стала кратной. Удивляться тут совершенно нечему. Ипотечный кредит дают на годы, а то и на десятилетия. А ставка в России с 21 июля выросла вдвое, с 7,5% до 15%. Причем, если верить главе Банка России Эльвире Набиулиной, выросли надолго. Ставка на уровне 17-18% для ипотеки фактически является запретительной. Брать кредит на 10-20 лет на таких условиях чистой воды авантюра. Да и банально невыгодно. Так что к концу года ипотечный рынок обвалится. В среду Александр Лукашенко потребовал от России компенсации за задержку с вводом в эксплуатацию белорусской атомной электростанции. Лукашенко винит Росатом в том, что первый энергоблок в реальности заработал только в июне 2021 года, хотя планировали запустить в 2016 году. Со вторым блоком, похожая история. Росатом кивает на белорусских субподрядчиков. Так или иначе, но Минск теперь требует, чтобы топливо на БелАЗ поставлялось по ценам, которые действуют для российских станций. Между тем, ситуация со станцией складывается прелюбопытная. Когда ее начинали строить, думали, что относительно дешевое и углеродно-нейтральное электричество будут поставлять в Европу. И всем от этого будет хорошо. И европейцам, и Лукашенко, и Росатому. А теперь в планах энергетического экспорта в Европу можно поставить большой жирный крест. Как окупать 10-миллиардное вложение, не совсем понятно. В четверг в правительстве придумали, как заставить регионы ввести для населения прогрессивные тарифы на электроэнергию. Идея не новая. В правительстве давно строят планы переложить часть расходов на субсидирование тарифа с бизнеса на обеспеченных граждан. В качестве аргумента, как правило, правительство ссылается на то, что некоторые предприимчивые россияне пользуются дешевым электричеством, чтобы майнить криптовалюту. Неплохо зарабатывают те, кто несанкционированно подключается к электросетям или, сидя в какой-нибудь государственной конторе, оборудует мини-ферму прямо на рабочем месте. Прогрессивный энерготариф тут проблему никак не решит. Можно не сомневаться, что чиновники на местах, кивая на Москву, введут такую прогрессивную шкалу, что по нынешним тарифам будут платить только обитатели трущоб. Компания «Авитоуслуги» подсчитала, что спрос на аренду площадок для проведения новогодних корпоративов в октябре почти в два с половиной раза превышал октябрьские же показатели прошлого года. Запросы на кейтеринг и организацию банкетов выросли год к году почти вдвое. Фотографов ищут на 87% чаще. Но самая большая проблема – найти ведущих и артистов. Такие запросы подскочили втрое, что и неудивительно. Существенная часть тех, кого кормили новогодние корпоративы, войну не поддержали, Россию покинули и возвращаться не торопятся. А шаман с Газмановым разорваться не могут. Впору повторять 30-летней давности опыт клонирования творческих коллективов. В те времена исполнители шлягеров ездили по стране тремя-четырьмя составами. Как бы там ни было, но HR-директора, или как раньше их называли заведующие отделами кадров, без дела не сидят, пребывают в приятных хлопотах. Все это дает повод российским СМИ делать далеко идущие выводы о том, что общество адаптировалось и отошло от прошлогодних шоков. Жизнь, дескать, идет своим чередом. К войне и санкциям люди адаптировались и вспоминают о них все реже. Это справедливо, но только отчасти. Есть еще одна серьезная причина этого, если не ажиотажа, то как минимум оживления. Корпоративы – одна из форм поощрения сотрудников и поддержания их лояльности. Ситуация на рынке труда в России сейчас такова, что каждый работник на счету, особенно в компаниях, которые не могут своих сотрудников отмазать от мобилизации. Так что приходится удерживать персонал всеми доступными средствами, включая выездные корпоративы на Сахалине или в Дубае. Казалось бы, компании, которые зарабатывают на организации банкетов и развлечений, должны быть довольны. После провалов сначала из-за пандемии, а потом практически сразу из-за войны, можно в кои-то веки заработать денег. Но и тут все не слава богу. Самые предусмотрительные чары начали готовиться к новогодним корпоративам еще в июле. Искали помещение, согласовывали меню, программы, заключали контракты, а потом раз и сто рублей за доллар. И втиснуть в согласованные бюджеты нужное количество икры и шампанского уже не получается. Некоторые вообще жалуются, что работать приходится чуть ли не себе в убыток. Но тут же ничего не поделаешь. Рубль у всех упал. А фиксировать цены в юанях россияне еще не привыкли. Ну, привыкнут, можно не сомневаться. На этом у меня на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи.